Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Безопасный день знаний. Силовики готовятся к 1 сентября. В Кизу готовятся к новоселью. Глава гарантировал новую школу. Аншлаги в пенсионном фонде. Начались выплаты из маткапитала. Желающих 8 тысяч человек. Как избежать очередей? Аномальная жара не отступает. Синоптики прогнозируют пекло. А спасатели боятся новых трагедий на воде. В августе утонуло 10 человек. И спасение в творчестве. Цветовая слепота не повод отказаться от красок. Ижевский художник с дефектным зрением рисует шедевры. Республика готовится к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут 165 тысяч учеников. Этот день должен пройти без происшествий. Сегодня такую задачу перед силовиками и всеми ответственными структурами поставил глава республики Александр Славьев. Провел заседание антитеррористической комиссии. Участники совещания доложили, что сейчас ускоренными темпами во всех школах и садиках региона монтируются системы наружного видеонаблюдения. Работы идут согласно программе безопасности образовательных учреждений. Глава предложил ускорить ее исполнение. Нам сегодня нужно создать все условия для того, чтобы они учились в школу и ходили в детские дошкольные учреждения. Мы знали, что они в безопасности. Многое зависит от нас. Я предлагаю пересмотреть те программы, которые есть сегодня. И если необходимость есть, я думаю, что есть необходимость ускорить выполнение этого плана граблей. Предложение есть у МВД установить ограждения вокруг всех школ. Сегодня они есть у большинства, но не везде исправны. Сами полицейские в геузнании под охрану возьмут все образовательные учреждения и проведут колоссные часы. Хорошую новость сообщил глава Удмуртии жителям Кеза. В поселке построят новую школу. Существующая в этом году с трудом примет почти две сотни первоклассников. В школе, рассчитанной на 700, человек учится почти вдвое больше. Светлана Буланова расскажет. Ребята ждет, потому что все выросли и все изменились за лето. У педагогов уже предсентябрьское настроение. К тому же Киевская школа нынче рекордсменка. Набрано семь первых классов. Всего сюда придет учиться 1362 человека. Я и сама ученица этой школы, выпускница. Всю жизнь училась в две смены. И учителем я уже 24 года проработала тоже в две смены. И, конечно, когда ребенок учится до полседьмого, а родители работают, допустим, до пяти, то, наверное, это не совсем правильно. И с точки зрения техники безопасности, и с точки зрения усвоения материалов. Мест катастрофически не хватает, сетуют педагоги. Здание 70-х годов рассчитано лишь на 380 учеников. В 94-м был сделан пристрой еще на 340 мест. Среди сельских школ Удмуртии. Кесская – самая переполненная. Пришлось даже в коридорах делать классы, рассказывает директор Александру Соловьеву. А здесь у нас медпунктики. Это как они могли отдыхать. Но здесь у нас были диванчики. Дети здесь сидели, отдыхали на переменах, с капалкой прыгали. Другая беда, говорит Светлана Жигалова, изношенные коммуникации и санузлы в безобразном состоянии. Капитально школа ни разу за 45 лет не ремонтировалась. К счастью, делится директор. Нынче школа проверку выдержала. Принять приняли. Сами понимаете, что туалеты рабочие. Можно сходить туда. Но состояние, состояние. Просто убого состояния. Сегодняшний день в современной школе. А мы живем с вами в современном мире. Кровлю в прошлом году отремонтировали. В этом меняют окна. Вот только новая школа все равно нужна. Глава привез хорошую новость педагогам. Площадка подобрана. Проект прошел государственную экспертизу. Школу мы планируем начать строительство в 2017 году. Уже на будущий год. Она у нас попала в программу на 500 мест. И мы ее будем строить так, сделаем, чтобы в 2018 году школу уже. Первый сентября люди и детишки пошли в новую школу. Но параллельно будем смотреть, как сделать так, чтобы ремонт начать. Той школы, которая есть. Новая школа должна разгрузить действующую. Благо, что учиться есть кому, говорят педагоги. В КИЗУ работают шесть детских садов. Они все переполнены. КИЗСКИ чиновники уверены, переоборудовать под детский сад можно здание, предназначавшееся под торговый центр. Мы за счет, надо прямо сказать, переуплотнения закрыли проблему с дошкольниками с трех лет. Но с полутора лет у нас очень большая очередность. Порядка 400 человек. Поэтому нужно искать какие-то выгоды. Мы их ищем. Александр Соловьев посоветовал не спешить с покупкой здания. Для начала нужно провести экспертизу. Требования к помещениям, где находятся дети, очень высокие. Поэтому не исключил глава и возможность строительства нового детского сада. Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Удмуртия – самый аномально теплый регион России. Этой информацией впечатленные сотрудники Удмуртского гидромедцентра делятся в соцсетях. Вчера отклонения среднесуточных температур от норм достигали 13 градусов. Сегодня небольшая передышка. Дневной максимум 27 градусов. А завтра снова жара. В четверг, по прогнозам метеорологов, до 33 градусов. В центральных районах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс. А в Можге зацвели яблони. В соцсетях можгинцы делятся фотографиями. В жарком 2010-м такое тоже фиксировали. Глазовские спасатели ищут в чипце тело 8-летней девочки. Как пояснили в пресс-службе главного управления МЧС, накануне недалеко от поселка Октябрьский купались двое детей. Они были без взрослых. Второй ребенок сейчас главный свидетель трагедии. За последние две недели количество утонувших в республике резко возросло. Уже 10 человек. Все они взрослые. Причины пьяное купание на диких пляжах. Гибнет большинство в сельской местности. Практически 90% гибнет в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются переплыть, заплыть далеко. Сил не хватает, естественно. То есть, одним словом, переоценивают свои силы и возможности. Сейчас все управление МЧС в усилении. Задача спрофилактировать происшествия на водоемах. Все подразделения несут дежурство, раздают памятки, выезжают в рейды и снова напоминают купаться только в разрешенных местах. Детям только в присутствии взрослых, а взрослым только трезвыми. В республику пришли первые выплаты семьям, которые решили из своего маткапитала забрать на текущие нужды 25 тысяч рублей. Это антикризисная мера. Вводится она уже не первый раз. В этом году такое право родителям предоставили с 1 июля и дали возможность отправить документы и заявления, не выходя из дома. Все подробности у Оксаны Кутяковой. В отделении пенсионного фонда «Аншлаг» мамы, как только узнали, что из маткапитала можно обналичить 25 тысяч рублей, поспешили воспользоваться этой возможностью. Светлана говорит, сумма, может, и не такая большая, но для ее семьи помощь существенная и очень своевременная. Дочке два года, пособие минимальное, а в ясли путевки нет. Я с ней уже третий год сижу, 60 рублей получаю, да и только не получаю, может стоить. То есть живем на одну зарплату у мужа. Такую поддержку российское правительство предоставляет уже в четвертый раз в качестве антикризисной меры. Воспользоваться ей могут те семьи, кто получил маткапитал, но полностью его не израсходовал. Принимать заявление начали с 1 июля, и это уже сделали более 8 тысяч семей. Специалисты такой активности не удивляются, ведь теперь документы можно подать, не выходя из дома. Все, что для этого нужно, открыть личный кабинет на официальном сайте фонда. Данной услугой у нас воспользовались на текущую дату более 540 граждан. То есть и отличаться она тем, что эти граждане, которые подали через личный кабинет гражданина заявление на единовременную выплату, не обращаются повторно уже в территориальные органы пенсионного фонда. По предварительным прогнозам специалистов, на единовременную выплату заявится порядка 20 тысяч человек. Это меньше, чем в предыдущие годы. Объясняют это тем, что сроки на этот раз очень сжатые. Принимать заявление будут только до 30 ноября. Перечисление денежных средств будет ровно через два месяца. Это максимум. Сегодня пенсионный фонд уже начал перечислять денежные средства тем, кто первым подал заявление на единовременные выплаты. Так что их ожидание продлилось чуть больше месяца. Оксана Кудякова, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии выберут лучший сайт поселения. Госсовет сегодня утвердил новое положение конкурса. Сейчас свои странички в интернете имеют в основном крупное муниципальное образование. Задача стоит открыть официальное представительство во всемирной полутине у каждого поселения. На сайтах люди черпают полезную информацию, поэтому одним из новых критериев оценки стал пункт «Удобство использования». А сам конкурс предложено разделить. Конкурс предлагается проводить ежегодно. При этом в первый год оценивать официальные сайты городских округов и муниципальных районов, а в последующий год оценивать официальные сайты муниципальных образований поселений с учетом разграничения. Кстати, сегодня из трех сотен муниципальных образований свой сайт есть только у 60. Остальные представлены страничками на сайтах районов. Самые активные и инициативные молодые люди республики собрались на форуме молодежных парламентов. Форум так и называется «Инициатива» и уже становится традиционным. Что интересует современную молодежь и какие вопросы они задавали законодателям, в нашем следующем материале. На живописном берегу Камы раскинулся загородный лагерь Галёва. Сюда съехались молодые парламентарии Удмуртии, наверняка самые активные в республике. Ведь уже сегодня в своих городах и районах они предлагают решение проблем, которые вполне могут стать законодательными инициативами или законами. Дать им возможность обменяться опытом, получить знания – цель форума, на котором собрались участники 19 молодежных парламентов региона. Планировалось провести тренинги, какие-то образовательные семинары, чтобы молодежь не просто приезжала на форумы поговорить и пообщаться, а также росла личностная, повышалась компетенция у молодежи. Молодых людей интересовало все. Как навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве и приструнить недобросовестные управляющие компании. Как работает программа кадрового резерва и поддерживаются молодые специалисты. Но особенно много вопросов председателю госсовета было на сельскую тему. Планируете ли ведется какая-то работа по трудоустройству молодежи, чтобы молодежь не уезжала из села, а возвращалась обратно в село? В нашей республике принята программа кадры, согласно которой тех ребят, которые заканчивают сельскохозяйственную академию, мы поддерживаем, выплачиваем подъемные. И вот всем специалистам приняли решение сегодня и по механизаторам, по животноводам. А еще, рассказал Владимир Невостроев, молодые специалисты на селе получают бесплатное жилье. Оно строится за счет федеральной программы. Фермеры могут получить 3,5 миллиона рублей на развитие хозяйства, а также земельные участки и налоговые льготы. Мы сейчас на форуме находимся буквально несколько часов. Но уже глядя на эту обстановку, можно сказать, что царит такая дружественная атмосфера. И вот этот форум, это только первый шаг в политическом образовании молодежных парламентов Узмуртской республики. Самое хорошее впечатление от сегодняшней встречи. С молодежью всегда приятно встречаться. А сегодня особенно, потому что здесь собрались ребята, которые уже окунулись в работу, именно в законодательную работу. Они уже знают, что здесь где-то законодательство неправильно, тут законодательство неправильно. И уже есть какие-то у них предложения, соображения, как его поменять. Такие форумы, уверены в парламенте республики, должны проводиться ежегодно, с гораздо большим участием молодых людей. Елена Галимулина, Юрий Дроздов, телеканал «Майя Удмуртия». Ижевчанин Алексей Кузнецов различает всего лишь пять цветов, но при этом создает удивительные картины. Да и за карандаши он взялся только два года назад. Сегодня художник утверждает, дальтонизм не мешает ему творить. Его работами вдохновляются, а всемирная паутина пестрит заметками об ижевском дальтонике. А кто вдохновил его на творчество, расскажем. Я очень часто путаю цвета. То есть, например, действительно там коричневый может сливаться с зеленым, с серым. То есть вот они для меня одним цветом. Свою особенность дальтонизм Алексей обнаружил лишь в армии, во время тестирования на цветовосприятие. Поначалу признается стыдился, да и в школе по рисованию тройки. Мне, как правило, вообще работы свои не очень нравятся. Ну, не люблю я, бывает. Есть буквально несколько только работ, которые мне действительно по душе. За карандаши Алексей взялся лишь два года назад. И, возможно, так бы и рисовал в блокноте. Если бы не жена, она его настоящая муза. Увидев случайные рисунки супруга, поняла – это дар. Мне очень сильно понравилось. Это было самое начало. Ну, конечно, я ему сказала. То есть давай будем дальше рисовать, дальше будем смотреть. Единственное, мы обговаривали с ним ту или иную тематику, потому что у Алексея все же была тематика более… Ну, он любил рисовать тела. То есть это были женские, мужские тела, да. Затем мы начали уже рисовать более, наверное, как мама двоих детей. Мне захотелось все же детские моменты. Я просто, наверное, просто поддерживаю. Мне это очень нравится. И у него просто очень хорошо получается. Я так, как нигде не учился вообще никогда, именно искусству, как рисовать. Каждая работа для меня что-то новое открывает. То есть я учусь на каждой своей работе. Даже, грубо говоря, вот эта работа, что она? Я научился делать вот эти вот точечки. То есть если раньше у меня в работах не встречалось, я просто карандашом вот так вот бил, а потом чуть размазывал. Карандаши, пастель, гуашь, барельефы – в арсенале художника Дальтоника. И пусть небо иногда получается фиолетовым, а трава розовой, говорит Алексей, создает он для души. Наверное, поэтому эти картины так завораживают. Администратор бьюти-салона в сфере красоты Алексея уже 15 лет провел в Ижевске уже две персональные выставки. Сейчас готовится к новой. Свои работы художник собирается показать ижевчанам, когда случается больше всего волшебства – в канун Нового года. Это отдыхает душа, это отдыхает, это просто… Если бы действительно это приносило какой-то стабильный заработок, я бы с головой в это ушел. То есть я бы просто вставал, я бы с утра начал рисовать. Я просто отдыхаю в этом. Я просто погружаюсь в какой-то, я не знаю, наверное, свой мир, и это мне приходит, приносит вообще душевное равновесие. Я как будто бы отключаюсь от всего. Меня волнует сам процесс. То есть мне нравится выводить, что-то вырисовывать. Елена Абуховская, Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Далее полезная информация. У меня на этом все. Удачи вам и до встречи. Шубу Людмила Уракова хотела давно и выбирала ее тщательно. Искала в магазинах и салонах. А нашла обновку здесь, на выставке. У Людмилы свои критерии и требования к меховой одежде. Чтобы как раз было. Видите, я стройняшечка. Чтоб легкая была. Пока деньги есть, готовь сани с летом. Действительно, вне сезон цены на ряд модных моделей снижены вдвое. Можно значительно сэкономить. Выгодное предложение – замех качественной выделки известного отечественного производителя, который давно зарекомендовал себя на рынке и дает гарантию на свои изделия. В этот раз мы привезли очень большой выбор шуб. Норковых много шуб. И цены на них очень интересные. 25 тысяч рублей можно приобрести норковую шубку. Также привезли в коллекции мутоновые шубы. Шубы из рекса. Детские жилетки и головные уборы. Это коллекция нового сезона. Есть и классические приталенные модели, и роскошные шубы в пол из норки. Кокетливые яркие меховые жакеты из рекса и актуальные в этом сезоне полушубки «Автоледи» с рукавом в три четверти. И здесь же можно подобрать подходящую к новому образу шапку. Все это великолепие доступно за наличный и безналичный расчет. Покупку можно оформить в кредит сроком до трех лет. Выставка «Зимняя сказка» продолжит свою работу в ДК «Железнодорожник» до 21 августа.